Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил, добро пожаловать. Обычно мы посвящали определенные новинки, отдельный ролик. Новинки от Даггера, Стил Клоу и так далее. Но как-то так получилось, что после Нового года приехало все разом и с копом. Поэтому сегодня у нас будет большой обзор на большую поставку ножей в ножиков.ру. Поехали. Так, начинать-то надо. Единственное, что я перед собой ножей не вижу. Игорь, где ножи? Вот твои ножи-то. Начинаем, друзья. Сначала будут новиночки от Стил Клоу. Первый ножичек, про который я сегодня расскажу, будет складной нож НКВД-4 от компании Стил Клоу на стали М390 и накладках из хаотичного карбона. Общая длина складного ножа составляет 250 мм, из которых 112 мм отмерено на клинок из М390 с заявленной твердостью в 60-62 единицы по шкале Рокова, толщиной по обуху в 4 мм, шириной клинка в 26 мм и сведением равномерненько в 0,5. Все остальное это рукоять по длине, ну а весь этот складной ножичек 142 грамма. Из отличительных особенностей конкретно этой модели, конечно же, самое первое это сталь. Если в базовой версии НКВД нож идет на стали D2, тоже с различными вариациями по спускам, как от обуха в данном случае, так и в случае с долом, то здесь это высококлассный порошковый, прям так сказать, гигант М390, золотой стандарт порошковой металлургии. Бальстера, они же плетины, как и в базовой версии, выполнены из стали, только в данном случае они окрашены в золотистый цвет, а вот накладки уже сделаны из совершенно другого материала. В отличие от G10, это карбон, в данном случае с синеватым оттенком, у другой версии идет красный карбон, ну а лайнеры все так же идут у нас стальные с фрезеровками внутри для того, чтобы облегчить этот нож. Кстати, насчет фрезеровок немного не уверен, скорее всего это была штамповка, хотя вот тут я вижу прям след от лазерной резки. Короче говоря, отверстия сделаны с помощью электрорезионки или чего-то типа того. По темлячному отверстию. Здесь у нас есть боночка, она располагается в очень правильном месте, через нее будет удобно продевать темляк. Клипса очень глубокой посадки, в меру жесткая, вот настолько она может отгибаться. На карман, кстати, садится действительно неплохо. Для открытия у ножа используются два элемента. Это вейв, чтобы открывать клинок спайди фликом, ну или же привычный для нас флипер. Вполне себе действительно классненький ножичек. И на EDC сойдет, и на подарок тоже. Рабочие характеристики, я уверен, у этого ножа на высоте, поскольку М390 это вам не шутки. Ну, а в осевом узле, кстати, чуть не забыл, стоят однорядные подшипники. Только вот керамические это или остальные, мне, к сожалению, неизвестно. Но поскольку у нас еще куча ножей впереди, продвигаемся к еще одной виночке от SteelClaw. Это щеголь только в зеленом исполнении. Давайте вкратце про него расскажу. Общая длина этого фиксированного ножа составляет 183 мм, из которых 95 мм отмерено на клинок. В данном случае это у нас Stalko D2 с заявленной твердостью в 58-59 единиц по шкале Rockwell и толщиной по обуху в 4 мм. Самое, что интересное, вот эта вот штуковина весит всего лишь каких-то 50 грамм. И с ножнами чуть-чуть прибавляется, буквально грамм 10, получается у нас в районе 70-65 грамм весит в сборе вот эта конструкция. На рукояти у нас используется, скорее всего, эпоксидная смола, ну или же акрил. Точно это сказать не могу, поскольку на сайте производителя не указана данная информация. Однако здесь есть еще и мозаичный пин, который служит для более хорошего закрепления непосредственно хвостовика в рукоятке, сделанный путем всадного монтажа, спуски у ножа от обуха, сведенные в 0,6. При такой ширине клинка это, ну, понятно, почему произошло. Очень трудно, по-моему, бывает, сделать так, чтобы на узком клинке было и узкое сведение. Есть темлячное отверстие ближе к навешию этого ножа, ну а ножны выполнены из кожи. Ножны здесь сделаны, на самом деле, изначально он идет туговато, оно и понятно, потому что это совершенно новый ножичек, как сказать, из коробки. Честно говоря, ножны мне тут нравятся даже чуть больше, чем сам нож, потому что на них очень красиво выполнен рисунок. Все очень прикольно сделано и действительно очень круто смотрится. За единственным исключением, вернее, за парочкой, у него совершенно отсутствует какой-либо подвес, то есть его придется таскать просто в сумке или просто в кармане. И слегка не позаботились о продуваемости ножен. Обычно вот тут вот, где окончание у нас ножен идет, делают отверстие для того, чтобы внутри был продув. Теперь этого тут нету, ну в общем и целом, в принципе, за 3690 на момент 16 января 2023 года, это вполне себе такой прикольный ножичек на подарок. Даже себе там куда-нибудь в машину кинуть, просто в определенный момент на пикнике что-нибудь порезать вполне себе, да, и очень даже сойдет. Продвигаемся к другим новинкам. Я тут немного перепутал. НКВД, это подразделение все-таки было Reptilian, так же как и Щегол, поэтому сетилклоуна сегодня здесь нет. Зато к нам наконец-то доехал Кабальера 01. Это вот такой вот здоровый складень с очень интересной системой открытия. Если вам интересно подробнее, ссылочка находится в правом верхнем углу. Там про все эти модели Кабальера я рассказал. Единственным отличием вот этого 01 Кабальера от других является, конечно же, другой профиль клинка. Здесь это классический дроппоинт с долом, кстати говоря, за него здесь можно открывать нож, когда он находится в сложном положении, и не обязательно взмахивать рукой. В остальном все ровно так же. Вироблок, наборная рукоятка из G10, микарты и мозаичных пинов, стальные лайнеры. Короче говоря, в обзоре на Кабальера вся информация про них есть. Мы продвигаемся еще дальше. Дорогие друзья, хочу совсем быстро напомнить вам про телеграм-канал. В Америке вот-вот стартует шот-шоу. И, конечно же, многие производители уже начинают анонсировать что-то новенькое. Мы, как только сразу будем видеть, будем выкидывать информацию в телеграм-канал. Поэтому, чтобы держать все в одном месте и быть в курсе самых актуальных новостей, переходите по ссылке в описании и нажимайте кнопочку «Присоединиться». Там самая актуальная информация по ножам и не только. Конечно же, складные ножи от компании Dagger Knife. Это модельки Эру и лимитированная Вендетта. Про нее расскажу чуть позже. Изначально давайте разберемся с Эру. Общая длина складного ножа составляет 219 мм, из которых 99 мм отмерено на клинок. В данном случае это D2, 58-60 единиц заявленная твердость. И толщина по обуху, ну как по обуху, из-за профиля клинка на голомене. Толщина получается у нас 3,2 мм. Все остальное это рукоять, ну а вес в зависимости от версии разный. Потому что в данном случае я держу в руках карбоновую версию. Но также есть новиночка на желтом G10. Давайте про них немножечко поговорим. Карбоновая версия весит 114 грамм. А вот эта версия на желтом G10 чуть-чуть потяжелее, весит в районе 128 грамм. Кому как. Ну, по мне, так разница совершенно небольшая. У обоих версии клинки отделаны в Black Wash. Фурнитура тоже в Black Wash. Лайнеры черные. Единственное, что выбивается из общей цветовой палитры, это вот эти два синих винта, которые располагаются под клипсы. Вернее, это те самые винты, которые клипсу и держат. По традиции ножей компании Dagger Knife они ярко-голубого цвета. Круто это или нет, решать вам чисто субъективное мнение. Лично мне такой момент не особо нравится. Люблю, когда все в одном цвете соблюдается в ноже. Arrow это один из тех самых бестселлеров, хитов от компании Dagger Knife. У него буквально, если посмотреть на клинок, то такое ощущение, что это наконечник стрелы. За теми исключениями, что у нас выпирает флиппер с насечкой, за которой очень удобно открывать нож, и Dagger Hall, который, если смотреть вот так, чем-то напоминает грибок. Ну, вообще, это черепок изначально. Тут я знаю, что подшипники идут керамические, однорядные, точно так же, как и идет керамический шарик детента. Замок на обоих вариациях Arrow это Liner Lock. Тоже с насечкой, все работает как надо. Открывать удобно, в руке лежит, в принципе, круто. Ну и, конечно же, из-за того, что это новые Arrow, у них измененные темлячные отверстия, которые сделаны вот здесь, вот в бэкспейсере, и работает действительно как часы. Желтенький, вообще такой яркий, крутой, особенно если учитывать, что у нас сейчас зима, и хочется ярких красок. Вот будет просто отличный вариант. До 6000 рублей. Однако, это не все складные, которые приехали от Dagger Knife, и к нам, конечно же, приехала лимитка Vendetta на титановой рукояти и M390 на клинке. Общая длина складного ножа составляет 279 миллиметров, из которых на клинок отмерено 130 миллиметров. Толщина по обуху, в данном случае, скорее, по голомене, это 3 миллиметра. Сталь M390 с заявленной трудностью 59, 61 единица по шкале Rockwell. Весит вот эта вся штуковина 161 грамм. Рукоятка выполнена целиком и полностью из титана, анодированного в бронзовый цвет. То есть, это у нас накладки, плашки непосредственно, это бэкспейсер и, конечно же, клипса. Тоже фирменная, с логотипом, ну, как сказать, с логотипом, с отделкой под кричащий черепок. Ну и, конечно же, поскольку тут полностью титановая рама, здесь измененный замок. Это фреймлок с сухарем. И он, кстати говоря, еще и в комплекте идет сменный, чтобы вы смогли в случае чего-то, вертикальной люфты или еще чего-нибудь такое, просто взять, поменять сухари и не вести данный нож на ТО. Не уходим далеко от рукояти, поговорим про осевой винт. С одной стороны у нас расположился логотип компании Dagger Knife, в то время как с другой стороны у нас именно тот самый шлиц, который можно открутить с помощью обычной плоской отвертки и вообще, ну, как бы, не испытывать никакого горя за то, что у вас нечем там, например, ножи разбирать. Клипса одноточечная, переставляется на левую сторону, о левшах, конечно же, компания Dagger Knife заботится. В бэкспейсере очень хорошо сделано темлячное отверстие, и, как я говорил в одном из прошлых обзоров, обратным хватом такие виндеты в моей руке сидят очень-очень хорошо. Теперь продвигаемся уже к клинку. Он особых изменений не потерпел, однако М390, мы это уже все поняли, в обработке битбласт и немножечко после галтовки, есть насечка на обухе, чтобы конкретно упереться, большим пальцем вот таким вот образом, и насечка на флиппере, для того, чтобы было проще открывать этот нож. В осевом узле у нас стоят, конечно же, керамические подшипники, и керамический шарик стоит у нас на детенте. В общем и целом, вот эта штуковина 48 из 50, всего 50 штук таких выпущено, и одна из них находится у нас в магазине. Поэтому ссылочка в описании, поспешите, если вам этот нож понравился. В дополнение еще скажу, что снова появились в наличии Arrow Storm Trooper, вот эти вот с черным клинком и белыми джинсиатами накладками, их приехало в этот раз не так мало, как в прошлой. Короче говоря, надеюсь, что хватит всем. Ссылочка тоже находится в описании. А мы продвигаемся к настоящим подборкам для Джона Уика, потому что у нас будут снова даггеры и новые грейвы. Давайте сейчас о них тоже поговорим. Что я имел в виду, когда говорил про настоящую подборку для Джона Уика? Помните то, что он во второй части использовал фронталку? Так вот, Яга и русалка от компании Даггернайп у нас поступили в наличие. Что это вообще такое и почему на это стоит обратить свое внимание? Давайте начнем с Яги. Ну, во-первых, непосредственно у этого персонажа было второе прозвище, даже третье. Его называли Буги Мэн в английской версии, у нас перевели как Баба Яга. Ну и, конечно же, это полностью отсылает нас к тому персонажу и к персонажу русского фольклора. Клинок 89 мм, выполненный стали VG10 с заявленной твердостью в 58-60 единиц по шкале Роквелла и имеет форму хоукбилл. Как вы можете заметить, фронталка сама по себе изогнутая, и это уже довольно необычно. Многие фронталки делаются просто вот так. Прямым образом у нас клинок конкретно движется по вверх-вниз, а тут мы как бы делаем небольшую дугу. Второе. Это фронталка с керамбитным кольцом, которое открывается именно в обратном положении. Это очень прикольно, это прям действительно что-то новое, и даже те самые микротеки так особо не делают. Так делали Еретик Найс. Все эти ножи, которые называются Баба Яга, пронумерованы. В данном конкретном случае у нас 243-й. Очень такая действительно интересная штуковина. Что очень мне понравилось, это то, как сделан здесь рычаг. Его действительно удобно что в одном, что в другом положении использовать. То есть у нас то открытие, что закрытие происходит без каких-либо проблем. Палец за этот рычаг цепляется. Но поругать тоже чуть-чуть могу. Во-первых, это моя просто личная неприязнь идет к синему цвету на ножах. Это я просто его не люблю. Но клипс тут анодирована в синий цвет. Сама же фронталка у нас имеет цвет черный, а клинок стоунвошенный. Если бы клипса тоже была стоунвошенной, на мой взгляд смотрелось бы поприкольнее. Но тут не это основная претензия к клипсе. Тут скорее претензия в том, что ее бы местами поменять. Смотрите, у нас как получается. Мы достаем этот нож, и нам хочется как бы открыть его сразу же. Ну, потому что мы для этого ножа достали. А тут получается, что он у нас будет не в совсем привычной анатомичной форме сидеть на кармане. И придется делать вот так. Вот так его придется открывать. А не именно вот этим вот керабитным хватом. Но это тоже такая мелочь. Поскольку все-таки фронталка это скорее имиджевая штуковина, а не полностью рабочая. Ну, вот не сказать не мог. В пару к Еге я бы посоветовал вам взять вот такой вот Грейв. Это многим уже известная модель. Тоже клиночек 89 миллиметров. Из-за того, что здесь очень развитая и безопасная рукоять. Иначе было бы холодным оружием, будь клинок чуть больше. Из АУС-10 с заявленной твердостью 58-60 единиц по шкале Роквелла. Накладками из черного G10. И обработкой клинка Stonewash. Это одна из самых тактикульных версий Грейва, которая в принципе приезжала к нам в магазин. Ножны, понятное дело, из Кайдекса. Понятное дело, с ультиклипом. Это неотъемлемая часть Грейва. Можно использовать ножны что вот таким вот образом, что другой стороной. Короче говоря, как вы его туда не поместите, всегда будет держаться. Ну и вторая пара, это непосредственно фронталка-русалка. И еще одна вариация Грейва. Русалка это тоже новая фронталка от Dagger. Теперь у них есть Кощей, Кощей Слим, есть Яга, есть Русалка. И в чем ее фишка? Ее фишка в том, что у нее сразу два рычага. Это во-первых. А во-вторых, тоже есть керамбитное кольцо. И тут, кстати говоря, с точки зрения клипса все сделано правильно. Мы действительно достаем нашу таким вот образом. У нас он попадает в руку. И мы его открываем. Клинок здесь от Кощей Слим. Только вот он на столе Виджи 10. В остальном клинок ровно такой же. То есть 89 мм, дроппоинт, фальш-лезвие и небольшая голомень. На этом акцентировать внимание не будем. А вот рукоять у Русалки, это прям тоже нечто новое. И нечто действительно необычное. Во-первых, я уже рассказал вам про два рычага. Можно открыть нож, даже когда он вот в таком положении находится. Но в комплекте у Русалки есть заглушка. Вы можете для себя просто понять, какой рычаг вам нравится больше. При разборе непосредственно поменять рычаги. И поставить на один из них заглушку. Чтобы у вас был один рычаг. Например, вам не нравится вот этот вот. На фронтальной, получается, ближе к кольцу вам не нравится этот рычаг. Вы его сняли, положили и просто используете как обычную фронталку. Вот так. Ну или же наоборот. Потом. На рукояти выполнены насечки. Она сделана из алюминия. Однако насечка с собой имитирует оружейную насечку. Вы такую можете встретить на ножах от компании Южный Крест. Они это дело очень-очень сильно любят. И у них действительно круто получается. Ну или непосредственно на пистолетах Коль 1911. Оттуда пошла вся эта история. И поэтому ее, в принципе, оружейной насечкой и называют. Тоже клипса точно такая же, как на Еге. Анодирована в синий цвет. Но вот тут у меня претензий к ней нет. Знаете почему? Потому что винты тоже синие. И все вот в такой палитре смотрится довольно гармонично. Ну и завершает наш сегодняшний большой выпуск. Самая, на мой взгляд, клевая вариация Грейва. Это АУС-10 на клинке, черный G10 и блэквошенный клинок. Вот самая, что ни на есть, тактикульная версия Грейва. Бликов ноль. Ну как бы ножны тоже полностью черные. Прям очень брутально, очень по-мужски смотрится. И, короче говоря, прям вот обалденный Грейв. Мне он прям очень сильно понравился. Даже больше, чем черный с красными накладками. А насчет того я прям действительно сильно думал. В общем и целом, вот столько, много новых позиций. Обязательно напишите в комментариях, какой из ножей вам понравился больше всего и почему. А я на этом моменте буду с вами прощаться. Совсем скоро будет очень интересный движ на нашем YouTube-канале. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok